Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну, во-первых, меня извините, что давно не было моих видео. Просто были в отъезде. Пока нас не было, моя мама следила за моей оранжереей и моими питомцами. Ну, мои котейки тоже все хорошо. Меня встретили. Прям втроем встречали у дверей. Потерялись, скажут, мамка, ты что, уехала? Ну, все хорошо, в общем. Котцо тоже песни поет. Мы когда открыли двери, тот заливается. Ну, так как уже и солнышко стало, уже, знаете, заглядывать в окна. А котцо-то вообще, он сейчас к весне-то вообще будет заливаться, наверное, трелями. Ну, а теперь посмотрим мои растения. Растения в хорошем состоянии все. Мы были в отъезде, наверное, недели две. И все хорошо. Фан-бан. Мандарины. Они, кстати, уже становятся такие мягче. Еще покажу. Ну, он прям приостановился-то в росте, наращивает плоды. Вот эти прям крупные. И видите, как бы вот, ну, что-то вот, конечно, солнышка не хватает. Если бы солнце было, мне кажется, они бы были уже оранжевые. А так тоже, конечно, смотрится классно. Конечно же, уже чувствуется весна. Лучи солнышка уже стали пробиваться. Хоть немного. На растения стало попадать солнышко. И они, конечно, такие все веселые стали. Спартифилум сенсация прям вообще. Такие огромные листья. Очень прям вообще. Те, которые были первые листья, когда я его покупала, они прям мелкие. Висят. Ну, он их прям сбрасывает. А вот эти крупные. Растут. Ну, здесь у меня гордения. Такой цветочек большой. Но он уже такой с желта становится. И там везде, по всему кустику появляются цветочные почки. Лимон. Мой подрос тоже. Листья такие. После обрезки он уже вообще лысик был. Сейчас такой пушистенький стал. Ну, это моя полочка. Посмотрите. Красавица орхидея. Обалдеть. Такой цветонос. Даже не могу. Смотрите. Ну, их тут несколько. И посмотрите. Все-все-все в цветах. Там даже еще на заднем плане. Так красиво смотрится. Красотка моя. И здесь повыше. Смотрите, какая тоже нежность. Белая. Прям чисто белый цвет. Ну, пока две орхидеи цветут. Но они все уже выпустили цветоносы. Ну, конечно, бугенвилия зацветает. Конечно же, она... Еще и солнышко-то на нее попадает. Сейчас она опять будет набирать новые прицветники. Здесь вот, посмотрите, какие большие. Ну, здесь вот против солнца. Как бы вот так вот. Красотка. С белыми, смотрите. Розовая, с белыми пятнами. Здесь у меня даже лучки солнца падают и на аквариум. Рыбки тоже довольны. Здесь тоже все разрослось так прям вообще. Терадисканция такая тоже пышная стала. Ну, красандра в своем репертуаре. Мы постоянно цветем. У нас все хорошо. Листочки блестят. Цветет. Так, вот аквариум у меня вписался полностью такой зеленый уголок. Ну, и когда вечером подсветку включают, тоже очень хорошо смотрится. На день я не включаю, так как солнышко есть и вообще так хорошо светло. Ну, вот здесь тамаринт. Веточка тамаринта попала в кадр. Тоже появился рост. Везде появляются побеги боковые. У меня есть тоже в Кагенвилле. Цикос, мой красавец. Думаю, что он меня в этом году тоже порадует новыми ваями. Ну, шикарный, конечно. Пойдемте. Моя меденила красотка. Представляете? У нее такие размеры. Она очень, прямо могу сказать, огромная. И внизу аллоказия, посмотрите, тоже опахала такие. Надо будет скоро ее перевалить в горшочек керамический, потому что очень тяжелые листья. Она у меня сейчас стоит в двойном таком кашпо, так как одинарно она просто переваливает. Вы представляете? Такие листья. Я вообще не могу. Не удивлюсь, если до 60 сантиметров длиной. Ну, красивые. Они прям, смотрите, как ткань такая, знаете, как шоу какое-то прям блестящее. Прикольно смотрится. Вот здесь у меня к отцам. Он, кстати, весну тоже чувствует. Поет, поет. Моя шиклера большая. Хочу показать филадендрон. Ну, карамель марбер, она просто тоже огромные листья. Смотрится, конечно, очень красиво. Несмотря на то, что она и в зелень ушла. Вот я сейчас покажу последний лист ее. Смотрите, какой он просто огромный. Я даже не знаю, сколько он сантиметров. Ну, наверное, лист сам без этого стволика, да? Ну, сантиметров, наверное, 70 он точно. Вы представляете, размеры какие листья? Красиво очень. Просто здесь все сливается с растениями. А если где-то ее поставить, чтобы ее видно было всю ее красоту. Антуриум. Так начинает цвести. Тоже любит солнышко, конечно. Чувствует растение-то весну очень хорошо. Здесь у меня еще малыши. Ну, как сказать, малыши? Атэши мои. Зиму вроде резимовали хорошо. Без потерь. Это генвилия моя большая. Даже, видите, один цветочек на ней остался. Но я ее стригла перед отъездом. Она, видите, более таким шариком у меня. Теперь я ее стричь не буду. Но если будут, конечно, вытягиваться, я буду ее, конечно, формировать. А так она должна уже заложить цветочные тоже почки. Но сейчас будет теплее. На веранде я ее вынесу на улице. Она спокойно переносит на улице и даже минусовую температуру. Ну, чтобы это было недолго, конечно. А так, плюс один, плюс два для нее это вообще нормально. Такая она очень. Это моя азамия. Но она медленно растет, могу сказать. Ну, в общем, как я уезжала. Ничего с растениями такого не произошло. Некоторые, конечно, бугенвилии больше зацвели. Только и все. Там, сейчас вам покажу. А он. Видите? Директриса. Котейки тоже. Встречали. Все хорошо с ними тоже. Буся. Буся. Моя красотка. Буся. Девочка моя. Здесь вот на полке стоит бугенвилия. Красиво такие, знаешь, цветочки такие свисают. Ну, красиво, конечно, это растение смотрится. И сейчас покажу вам орхидея, камрия. Вот она столько цветоносов выпустила. Цветет. Вот. А здесь вот у меня бугенвилия. Вот один кустик. Цветет разным цветом. Ну, не таким уж разным. Вот один такой бледно-розовый. А один такой прям вот, если солнце, то прям малиновый. Прививки я ничего не делала. Он просто всегда был бледно-розовым. И тут вот, он еще летом мне так же цвел. Ну, красиво смотрится, кстати. Видите, как. Еще солнышко. Вообще красота, конечно. Весна уже не за горами. Конец января уже. И посмотрите, в ванной комнате это тоже буйство такое. О, генвилии цветут. Да так ярко. О, какие красавицы. В общем, все цветет. Прям до самого верха. Видите, сколько прицветников цветных. И розовые, и красные, и оранжевые. Ну, красота. Видите, какие яркие. В маленькой комнатке тоже солнечно стало. Видите, какие небольшие у меня горшочки с растением. Абутилон, как всегда, мне кажется, он всю зиму у меня периодически так вот где-то немножко отдыхает, и заново начинает свистеть. То есть, постоянно, могу сказать. Красавица. Здесь варигаточка моя светет. Но солнце, конечно, светит. Видите, здесь тоже бугенвилии. И белая зацвела. Хочется всех прям показать. Даже трахила с первым цветет. Ну, а что он тоже перезимовал, в общем, у меня вот здесь в прихожей прям под лампой. Вы знаете, над зеркалом здесь лампа у меня такая обычная. И ему, в принципе, хватило. Я говорю, перезимовал хорошо, даже цветет. Видите? Ну, хоть немного цветочков, но все равно. Ну, директриса везде за мной ходит. Моя хорошая девочка. Красавица моя. В общем, мама справилась у меня с моей оранжереей. Спасибо ей. Все растения в хорошем состоянии. Вот такой обзор получился. Теперь я буду снимать почаще видео. Дело приближается к весне. Сейчас требуются кое-кому пересадки. И все, я буду это снимать на видео и показывать вам. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok